ММО и РПГ самый интересный и самый время затратный жанр онлайн игр. И как же трудно новым проектам выбиться и держаться на плаву в эру сессионок. Привет, я Микки Тейсв, и сегодня я вам расскажу то, что узнал о проекте Astell Online, участвуя в ЗБТ. Только полезная информация максимально быстрая. Начнем с создания персонажа. Редактор вполне обыкновенный. Не Sims, конечно, но персонажа можно сделать более-менее уникальным с помощью детальной настройки тела и лица. Из пяти классов на выбор есть Воин, он же танк, 3DD в виде убийцы, мага и лучника и жрец в роли хила. Также при достижении максимального 50 уровня открываются три подкласса на выбор, что дает вариативность и привносит разнообразие. Но, к сожалению, на ЗБТ возможности их протестировать пока не было. Но и так понятно, что в одном спеке, например, тот же самый жрец, будет очень классно хилить, а в другом очень больно бить. Геймплей на первый взгляд ничем не отличается от схожих проектов. Выполняете квесты, бьете мобов, в общем, делаете все, что говорят вам НПС. Но из-за механики боя и системы стеллов, о которых мы поговорим позже, игра не кажется скучной и прокачка идет на одном дыхании. О чем говорит мой первый стрим, который длился 9 часов. Каждая ячейка на панели имеет 4 слота для скиллов. Чем выше уровень, тем больше у вас умений, которые можно комбинировать. А зачем захламлять панель скиллами, которые используются подряд, если можно их вставить в один слот и нажимать только одну кнопку вместо четырех? В общем и целом система отдает макросами. Только выполняются они не автоматически, а вручную. А из-за обилия различных скиллов не кажется, что вы упростили себе жизнь, потому что на каждой кнопке теперь у вас не один скилл, а несколько. И нажимать нужно все. Переходим к квестам, но ненадолго. На ЗБТ нет русской озвучки, поэтому за ее качество ничего сказать не могу. Все корейские катсцены я попросту пропускал. Обещаю завести озвучку на ОБТ. Сам по себе сюжет максимально простой. Кто-то спер девочку и вы идете по следам этого недруга, чтобы ее вернуть, попутно проходя данжи и убивая различных боссов. И собирая питомцев Астелла в свою коллекцию. Однозначно очень приятно удивлен полностью переведенным текстом. Я прошел все квесты ЗБТ до максимального ЗБТшного 30 уровня, пообщался со множеством НПС и пришел к выводу, что ни в кассценах, ни в диалогах я не увидел ни одного иероглифа. По сравнению с проектами, в которых по три года видишь китайские надписи и кривой русский шрифт, это достойно. Конечно, не без косяков, типа аметист-аметист, но это настолько мелкий косяк для ЗБТ, что невольно закрываешь на это глаза. По поводу усилений. В игре присутствует стандартная система заточки. Ресурсы для заточки добываются путем разрушения предметов того же типа. То есть для заточки оружия необходимы кристаллы, получаемые при разборе оружия, а для брони нужно разбивать броню. Ну и так далее. Также в снаряжении есть слоты для пяти видов камней, которые выбиваются из подземелья и, возможно, будут добываться каким-то еще путем. И, наконец, прокачка основных статах вашего персонажа и усиление некоторых скиллов. Улучшения рандомные. К примеру, на основные статы есть три вида камней. Зеленый, синий и фиолетовый. Соответственно, каждый из них дает свой процент улучшения. И он рандомный. Получается, что вы можете постоянно сбрасывать ваше улучшение, если рандом не зарандомил, что прибавляет в игру элемент гринда и выроливание идеальных статов. И, наконец, самая главная фишка этой игры, которая отличает ее от остальных. Покемоны. Они же Астеллы. В игре их на данный момент 35 штук. Делятся они так же, как и игроки на классы. Есть танки, хилеры и дд. Заметьте, что Астелла получает бонус к характеристикам от вашего персонажа. Соответственно, Астелла, атакующая физическим уроном, больше бьет у физиков, а Астелл маг у магов. И еще они делятся на три вида. Самый начальный вид – прислужник. Всего их 26 штук. И они являются основной астеллианской силой в начале игры и при должной прокачке могут сопровождать вас в лейтгейме. Имеют различные комбоудары с игроком в зависимости от класса. А также это единственный вид, в котором есть Астелла танки, лота и крякин, которые незаменимы как в соло в игре, так и в данжах. Второй вид – защитник. В количестве 7 штук добываются в данжах любого уровня и являются более злой силой по сравнению с прислужниками. Они не имеют комбоударов с персонажем, но в их запасе увеличены полумений и более действенный особый навык, который требует 150 очков призыва. И самый сильный вид – Архонт. Всего их два – физический Золотогриф и магический Абегор. В отличие от остальных астелов, при призыве требует 750 очков призыва. И если были призваны в бою, используют призывной навык, наносящий урон. Они не могут быть призваны навсегда, как прочие виды, а живут лишь 45 секунд, либо пока их не убьют. Обладают повышенным уроном и особым навыком стоимостью 450 очков призыва. В общем, это убойная сила, которой еще надо научиться правильно пользоваться. Сама система астелов одновременно и простая, и сложная. В один момент могут быть призваны всего три астела. Однако, чем больше астелов вы призвали, тем быстрее тратятся ваши очки призыва. Когда они заканчиваются, два астела отзовутся, а останется только тот, что был призван первым. Так как один астел не тратит очки. Основная сложность заключается в правильном подборе астелов под ваш класс и геймплей, а также грамотное управление ими. И хотя со стороны это выглядит не особо сложно, в критических ситуациях сделать адекватный мув бывает проблематичным. Можно призвать одного, чтобы замедлить, отозвать его, призвать хила, похилиться, опять отозвать, снова призвать кого-нибудь, кто законтролит моба либо игрока, и опять отозвать его. А самое главное, сделать это быстро и нигде не ошибиться. И не забывайте, что в этот момент вы сражаетесь с своим основным персонажем, которым тоже нужно прожимать скиллы. Ну что ж, перейдем к геймплею. Но таргет системы в игре нет, что немного грустно. Однако, за 4 дня за БТ я привык к таргету и дискомфорта ни в ПВЕ, ни в ПВП не испытывал. Скиллы работают без задержек, а механика у ворота или рывка, кому как удобнее, работает именно как уход от атаки. То есть направленный скилл, использованный против вас во время рывка, и правда уйдет в промах, а не нанесет урона на расстоянии. Из ПВП точно будут ГВГ, Арена и Авалон. Авалон это локация, разделенная на 3 фракции, которые сражаются за какие-то очки, чтобы получить какую-то награду. На ЗБТ не особо ясно, зачем это надо и стоит ли это затраченного времени. Но сами по себе битвы рейдов выглядят максимально эпично, учитывая, что помимо игроков, в рейде бегает еще от 1 до 3 остелов от каждого игрока. А если еще и Архонтов призовут, так вообще вакханалия происходит. Участвовать в этом весело, но пока непонятно зачем. Надеюсь, данные режимы будут иметь за собой определенные бонусы и награды. И ПВП будет не только для галочки. И да, на стадии ЗБТ фракция в Авалоне выдавалась автоматически, и как ее сменить, мы так и не поняли. Надеюсь, в дальнейшем фракцию можно будет выбирать, а не играть с друзьями друг против друга. ПВЕ-контент заключается в прохождении данжей. На максимальном уровне вам открывается легендарный режим подземелий, аналог тех, которые вы проходили во время проканчика, но на усиленной сложности. Единственное, пока непонятно, насколько будет трудно персонажам с полной заточкой. Достав подземелий по билетам. Чем выше уровень подземелия, тем больше билетов необходимо. Восстановление одного билета раз в 40 минут, и скорее всего будет возможность покупать эти билеты в прем-магазине. Небольшое дополнение к данжам. Есть очень непривычная система агромобов. Насколько бы сильным не был ДДшник, хил своим хилом всегда переагривает на себя мобов. То есть при падении танка в данже, босс побежит не на самого сильного ДД, как это обычно бывает, а на хила, что делает прохождение чуть сложнее, чем в других проектах. Возможно, я что-то упустил во время игры, но если вы знаете, какой еще ПВЕ-контент будет в игре, напишите, пожалуйста, в комментариях. И, конечно же, в игре есть крафт. Одна собирательная профессия на выбор и прокачка восьми создающих. Всех. Без ограничений и без всяких очков усталости и подобного. Поэтому те, кому нравится заниматься крафтом и зарабатывать на этом деньги, здесь этим можно заниматься без перерыва. А насколько это выгодно, увидим уже на стадии ОБТ. Теперь к графике. Да, она не хватает звезд с неба. Я не буду про нее особо ничего говорить. Кому-то не нравится, кому-то нравится, а кому-то пофиг. Мне лично главное, чтобы в замесах не лагало и работало исправно. Остальное мне не важно. И да, по поводу лагов и оптимизации. На данный момент есть проблемы. И в первый день были серьезные проблемы. Но надо отдать должное геймнэй, достаточно быстро услышали крики о помощи и разработчик на третий день за БД скинул хотфикс, который и правда повысил производительность игры. Не так, что смотрите тут патч на оптимизон, ты его качаешь и ничего не меняется. А именно улучшили одним фиксом производительность чуть ли не в два раза. Я был сильно удивлен. И если верить локализатору, оптимизировать можно еще лучше. И я с нетерпением этого жду. Надеюсь, КБТ фрезы будут сведены к минимуму. А полностью это пофиксить не удастся, потому что это жанр такой лагучий. Но я все-таки надеюсь. Также хотелось бы сказать пару слов по поводу закрытия корейского сервера. Эта новость очень сильно подпортила старт за БТ локализатором. Но не потому, что они как-то зависят от Кореи, а по той простой причине, что до сих пор в группе Астелия ВКонтакте некоторые интеллектуалы пишут о закрытии игры. В двух словах, Корею игру закрыл издатель Никсон. Он же локализатор такой же, как у нас в Геймнет. По каким-то своим причинам. Разработчику игры Студио 8. И поддержка игры продолжится в Америке, Европе и СНГ без перебоев и закрытий. Хотя более топовые блогеры и сказали, что Никсон разработчики Астелии, это не так. К разработке обновлений и развитии Астелии компания Никсон не имеет абсолютно никакого отношения. Подведем небольшой итог. В общем и целом, в игре достаточно контента для интересной игры. Есть интересные механики и не менее интересные Астелы. Разобраться во всех комбинациях и опробовать весь контент на стадии ЗБТ невозможно, но тем, чем мы занимались на протяжении 4 дней, принесли только положительные эмоции. Однозначно, в этой игре есть то, чего нет в других проектах. Но при этом и нет чего-то сверхъестественного, что мешало бы комфортно проводить время в игре. Тем, кому интересен этот жанр, есть чем заняться. А еще, обычно на танцы в игре разработчик забивает, но это единственная игра, в которой танцы привязаны к 128 биту. А на этом все. Если у вас есть какие-либо вопросы, дополнения, либо я где-то ошибся, оставляйте свои комментарии. Спасибо за просмотр, с вами был Микит Эйсве. Всем удачи, приятного геймплея и прямых вам рук. Субтитры сделал DimaTorzok